Как зарегистрироваться в Zoom анонимно, то есть без номера телефона? Вообще зарегистрироваться в Zoom можно с помощью номера телефона и электронной почты. А войти можно через аккаунт Google, через Facebook или через домен компании. Но нас волнует анонимная регистрация, то есть по электронной почте. А можно зарегистрироваться на защищенных серверах электронной почты. Это ProtonMile, это электронная почта, которая находится в Швейцарии. Она защищенная и даже анонимная. Для нее не нужно даже имя и фамилия. Также вторая это Тутанота. Электронная почта, которая находится в Германии. И также для нее ни имени, ни фамилии не надо. Только придумываешь электронный адрес и пароль. Но так как это защищенная почта и не передающая данных своих пользователей, то сейчас вот в России, например, на нее можно выйти только через VPN или Tor, сеть или Айтуб. Не так-то просто выйти. Но это действительно защищенная почта и было бы лучше здесь зарегистрироваться. Здесь дается только один аккаунт на человека. Поэтому если вам надо больше, много аккаунтов разных для себя или других людей, в таком случае, может придется или отдельно с каждого устройства регистрироваться. Или же, может быть, используя другие почтовые сервисы других компаний. Они, конечно, не такие защищенные и анонимные. Но можно создать просто фейковую электронную почту. Или липовую. Скажем, на Rambler это можно сделать. Выбрать контрольный вопрос. Вот, выбираешь и ответ на него. Вместо номера телефона. В Mail.ru указываешь резервную почту. Вместо номера телефона. И в Яндекс. Здесь вместо номера телефона указываешь, у меня нет телефона. И предлагается так же вопрос, как и в Rambler. В Rambler. И варианты ответа на него. Вот разные вопросы и ответы. А, это первое, да? Первое создаем, можно сказать так, фейковую электронную почту. Далее. Второе, это мы регистрируемся на официальной сайте компании. Вот здесь он указан. Zoom.us Нажимаем, нажимаем зарегистрироваться бесплатно. Теперь регистрируемся. Вводим сюда данные электронной почты. Регистрируемся. Нажимаем регистрация. И теперь надо подтвердить электронную почту. На нее должно прийти сообщение. Активировать свою учетную запись. Нажимаем. Все, активировали. Где надо, а теперь указать имя, фамилию, пароль. Допустим, Марфа Ринатарна. И пароль. А пароль сложно придумаем. Чтобы были большие буквы, маленькие и символы. Цифры, да? Еще. Ну, все. Так. Зарегистрировались. Вот. Здесь указано, да? А Марфа Ринатарна. Да. Можно теперь спокойно созваниваться через браузер. Это удобно для тех, у кого, например, кто не может установить программу на компьютер или смартфон, планшет. Может, памяти мало в смартфоне, планшете, да? Можно через браузер заходить. Вот. Запланировать конференцию, войти в конференцию, да? Ну, а теперь то, что мы зарегистрировали здесь в Zoom. В Zoom и вводим, запоминаем, да, вот эту электронную почту, которую мы здесь зарегистрировали. И тут пароль, который здесь тоже зарегистрировались. Входим в Zoom и указываем здесь. Для компьютеров, да, можно на официальном сайте скачать. Для смартфонов, планшетов, да, можно скачать как в App Store, так и в Play Маркете. Ага. Не входит так. Придется так нажимать. По памяти. Пароль. Все, готово. Так, на главной странице у нас мы можем начать конференцию, а можем ввести номер. Те, кто уже начал конференцию, нам могут этот номер передать. Но проще всего делать так. Заходить в контакты. И вот сюда, где этот крестик, добавляем электронную почту, добавить контакт. Электронную почту других. Наша электронная почта находится здесь, вот. В этом месте. Мы можем передать другим ее. Или можем, например, кто нам передал, да, вот сюда ввести. И нажать добавить контакт. У них придет подтверждение. Они нажмут на галочку. И все. И потом вот в этом пустом месте будет у вас контакт. То есть, таким образом проще будет общаться, созваниваться. Вот и все. Так можно регистрироваться в Zoom анонимно, несплатно, да, не по номеру телефона, а по электронной почте. Продолжение следует...